Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о блоге канала Лена Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Лене о блоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, то жмите на лайк активнее. Говорят, что лайки продвигают видео. Ну а у Лены утро. Утро начинается у Лены с того, что она смотрит сюжет про Суздаль. Говорит, вот хороший город, красивый. В общем, я так думаю, что Лена планирует туда когда-то съездить. Обещала же Лена нам какой-то тур по городам России, поэтому почему бы и нет. Было бы здорово посмотреть видео из Суздаля. Горло болит и особо не помогают ей те БАДы, которые вот она из Кореи, по-моему, да, имеет или откуда ей прислали. Вот. Ну старается, конечно, она сейчас и полоскать горло почаще. Будем надеяться на то, что все-таки пройдет у нее тангина. Яичницу приготовила и делит ее на две части. Думаю, ну раз ты живешь с Андреем, как ты утверждаешь. Почему на две части делишь? У вас же трое. Ты, Андрей и Ваня. Тогда на три части надо делить яичницу. Или кто-то не ест. Ваня не ест или Андрей не ест. Я понять этого не могу. Ну, возможно, Ваня в школе и якобы Лена ту ищницу приготовила на двоих с Андреем. Может быть и так еще, конечно, да. Но смотрю, вроде как Ваня дома. Странно немного. Или он уже после школы вот, да, пришел из школы и дома был. Но не понять этого, конечно, нет. Где там Андрей? Есть он, нет. И вот эти самые светильники почему-то Андрей не устанавливал. Пакеты ей не помогают Андрея приносить из магазина. В общем, как-то вот отсутствует он в жизни Лены. Абсолютно отсутствует. Но, тем не менее, вы знаете, да. Что Лена на две части делит? Яичницу. Ну, такой вот завтрак, да. Что она делит? И обед на две части, и ужин тоже делит на две части. И, кстати говоря, отбегая вперед, могу сказать, что ужин, она, который приготовила в этом логе, она разделила две части. Вторую часть ел Ваня Андрея, и рядом не было. Так что все-таки вряд ли он существует в ее жизни. Возможно, живут как соседи, как чужие люди абсолютно друг к другу. Возможно, и так. И он, возможно, себе готовит отдельно. Лена готовит отдельно, да. Ну, в принципе, какой муж отпустит жену, так вот, на сколько-то там дней, может быть, даже на полтора месяца. Они вообще в Турцию уезжали, если не шпать, почти на два месяца. Вот кто-то просто и легко отпустит несколько раз в год жену в какие-нибудь путешествия. Я думаю, что если были бы хорошие отношения между Леной и Андреем, то вряд ли бы Лена одна моталась бы туда-то и обратно. Вот Лена говорит, вот Андрей не любит путешествовать. Ну, извините, значит, ему нравится Лену так надолго отпускать. Любит Лену так надолго отпускать. Непонятные какие-то высокие у них отношения, да. Говорит Лена, что вот. Говорит, по речи слышно, что у нее проблемы с желудком. Думаю, а как это вообще возможно? Умол, желудок у нее болит, и по речи слышно. Я не знаю, как по речи определить, что у человека проблемы с желудком. Видимо, это известно только одной Лене. Говорит, что не нравятся ей фильмы старые какие-то, да. Ну, возможно, и не особо старые. Главное, чтобы эти фильмы не повторяли так часто, как вот повторяют иронию судьбы, к примеру, да, «Живодный пьет Новый год». Еще какие-то там фильмы новогодние не нравятся. Я смотрю, но, говорит, Ване, Андрею и Юре нравятся. Они любят одно и то же. Думаю, интересно, откуда такие познания великие о Юре. Ну, а ладно. Ну, а потом смотрю, Лена села в машину к Оксане и спрашивает Оксану, «Оксана, а тебе нравится, мол, одно и то же смотреть? И нравится ли тебе одно и то же надевать?» И так далее. То есть, ну, нормально. Как-то вообще про сестру ничего не знаешь, зато про мужа, ну, мужа, не мужа, сожителя, да, сестра, ты знаешь все. Какие-то такие интересные отношения между Юрой и Леной. Действительно странно. Про любимую сестричку. Про того человека, без которого она свою жизнь не представляет. Ну, и так далее. Помните, как, ну, Лена, не устою бы говорить, «Моя любимая сестричка Оксаночка». И что? Ничего про нее не знать, зато про Юру она все знает. Обалдеть можно, подумала я. Ваня тоже, как я уже говорила, любит старые вещи, старые фильмы, любит ходить в одном и том же. Но его не заставят переодеть какую-то футболку. А я там думала, что просто все футболки на Ваню уже, мало ли, те, которые Лена покупала, так сказать, на вырос. Изросся Ваня, да, как ног, так и изросся. Не выс, а шир. Настолько Лене надоели фильмы, все вот эти вот, о которых я сейчас говорила, да, не те же фильмы под ногу, показывают, что они ей не оскомину набили, а Лена оскомину съела. Вот видите, как такое интересное выражение «съела оскомину». «Лена, что такое, а? Что с тобой происходит? То у тебя глаз падает, то у тебя в разные стороны глаза разбегаются, то вдруг ты оскомину съела. Да, что-то с тобой происходит». Смотрю я, Оксана выровняла волосы, да, как-то вот челочку тоже выровняла, ну, более-менее как-то вот выглядит аккуратненько, да, ее прическа, да, это уже, в принципе, хорошо. Но Лена счастлива говорит, вот пришли тапки, которые она заказывала на интернет-площадке, так что Баня будет счастлив, тоже это думаю. Почему? Потому как то, что он хотел, то он и получит. Правда, не будет элемента сюрприза, но тем не менее будут тапки. Тапки в виде то ли кроссовок, то ли кед, что-то там такое. Жене, Лена готовит подарок, гель для душа. Кто такой Женя? Но я так подозреваю, что это муж Натальи, подруги Оксаны. Возможно. Гель для душа тоже пришел через интернет-площадку заказанной. В общем, Лена счастлива. Все практически имеют подарки, вот кроме Маши. Маша, она еще не совсем определилась, чтобы отдарить, но потом пошла в магазин, забегая вперед, могу сказать, что она купила там дракона, драконную девочку. Такую вот игрушку достаточно большую. Потом пошла на работу, Лена говорит, вот на работе у нее завтрак, обед и уже. Думаю, нормально так вообще, Лена, ты работаешь. Лена как будто бы прочитала мысли, говорит, вот, вы знаете, я работаю на трех работах, но вечер перестает быть томным. На каких, Лена, на трех работах ты работаешь? Оказывается, Лена блогер, Лена искренне считает это дело работой. Потом она говорит, я отвечаю за магазин. Думаю, Лена, это не твой магазин. Ну, не твой, это магазин. Это магазин, насколько я понимаю, оформлен он на Юру. Вот, ну и папа там заправляет всем этим, насколько я понимаю, да. Но еще у Лены есть интернет-магазин, это тоже такая вот великая работа. В общем, Лена упахалась, и блогер, и за этот магазин она ответственна, и за интернет-магазин она ответственна, и никому она не может делегировать свои полномочия, и вот вся она такая занятая изо всех сил, а мы никто не ценим это и не понимаем, что Лена на трех работах работает, бедная. И не пожалеет ее никто, а у нее даже нет времени выйти куда-нибудь, в кафе позавтракать, пообедать и поужинать, приходится тут все на месте есть, в общем, да. Лена, Лена. Пришла она домой, говорит, вот, все думают, что я богатая, на самом деле-то я не богатая. Думаю, как это возможно? Ты же на трех работах работаешь, Лена. Как так? Ты работаешь, но не зарабатываешь? Странно. Три работы у тебя есть, а ты не богатая. Какая-то интересная у тебя работа. Вот. Ну, а Ваня решил проверить то блюдо, которое Лена купила в магазине. Говорит, вот оно очень похоже на стеклянное или даже на хрустальное. Ну, как помню, просто на стеклянное. Хотя оно, в принципе, пластмассовое, пластиковое. Ваня говорит, вам молотком проверим. Давай, Ваня, проверь молотком, разбей все. Это ты умеешь дернуть, что-то перевернуть и так далее. Прыгать как-то вот резко, вбегать в комнату и так далее. А вот это твое, да, удать что-то, разгромить, порвать. А он говорит, а ты умеешь. Лучше всех умеешь это делать. Лена решила приготовить фрикадельки. Потом как фрикадельки ее домашние, да, подразумевается Андрей тоже, да, Андрей и Ваня. Едят, а вот мясо кусками они не едят. Интересно, совсем недавно они вообще мясо не ели, ни в каком виде. А тут, оказывается, фрикадельки все-таки едят. Икру и свеклы Лена хочет приготовить и приготовила ее. Она говорит, вкусно получилось. Ну, да, будем лидиться. Фрикадельки она залила сливками. Ну, наверное, тоже неплохо у нее получилось. Вроде как Ваня ел. В нее на Новый год жульен должен быть, представляете. Вот она уже грибы купила, жульен, она купила жульен будет. Лена, что случилось, а? Неужели ты начинаешь учиться готовить? И прям с такого сложного она начала, да. Прям вот жульен у тебя будет и что-то еще. Она грозилась приготовить, по-моему, торт. Хотя, в принципе, с тестом она не дружит. И тесто она собирается, возможно, попробует, Лена сказала, приготовить тесто. Сюда замесить тесто, она попробует только завтра на пельмени. Да, говорит, с Ваней будем любить пельмени. Думаю, интересно, интересно будет на это посмотреть. Понимает ли она, что все ее влоги с поездками и с путешествиями особо не смотрят. Вот. И хочет она перейти на какие-то такие домашние влоги. Ну, тут неплохо, почему бы и нет. Это, во-первых, дешевле, а во-вторых, действительно, просмотров в нее больше. Решила Лена нас окончательно сразить и приготовить сыр. Нашла на рецепт в интернете. Да, действительно, там неплохо так показано. Все Лена показала этот рецепт. Такие симпатичные получились изделия в итоге. Ну, и Лена готовит так, как она умеет. Говорит, тут без лука не обойтись зеленого. Я думала, мол, зеленый лук – это наше все. Ну, думаю, ладно, посмотрим, что у тебя в итоге получится. Вы знаете, даже обязательный лук зеленый не спас Лену. Точнее, не столько Лену, сколько вот эти самые сырни, как их Лена назвала. Такая вот ленивая пицца, что ли, да? Потому как то, что нам показали в видео, какими они должны быть в итоге, и то, что получилось у Лены – это, да, две большие разницы. И Лена все-таки считает, что она мало муки добавила. Надо было бы тесто погуще все-таки приготовить, да? Ну, а когда она перекладывала вот это все дело на противень, который она почему-то назвала подносом, уже не впервые, кстати говоря, Лена называет противень подносом, очень тяжело ей это было делать. Ну, да, они какие-то такие... У нее формы абсолютно не держали. Это говорит о том, что Лена, в принципе, впервые в жизни это делает. И действительно, она крайне редко занимается какими-то домашними хлопотами, какой-то готовкой, ну, и так далее. И когда она, наконец-то, уже попробовала то, что у нее получила, говорит, ну, вот оно испеклось, да. И она пекла дольше, чем надо по рецепту. Говорит, ну, что получилось, как кончик пиццы. Думаю, о, пицца из кончика, оказывается, что новенькая. Короче говоря, она высушила вот эти вот изделия. Ну, такое что-то между чипсами и гренками, возможно, у нее получилось. Что-то непонятное. Простите, между чипсами и крутонами, да. Понятное дело, Лена у нас кулинар, она не признает гренки, гренки, она признает только крутоны, насколько я знаю. Вот, и вообще, в принципе, как-то вот... Ой, Лена считает, что, да, у пиццы есть кончик. Кончик. Лена кулинар. Ну, вот таким получился у меня обзор блога канала Лена Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.